Всем привет! Это рынок Тухачевский. Здесь я просто ремонтировал свою камеру. УСБ разъем сломался. Сейчас я пройду по рынку Тухачевского. И потом мы с вами пройдем, потому что я забросил свой проект в улице города Ставрополь. Пройдем по проспекту Ворошилова. Вот здесь ребята очень хорошо делают камеры. Это не реклама. Я вот просто делал гнездо, разъем УСБшный. На улице Ленина Артема. Там радиомастерская есть. Плохо-плохо сделали этот разъем. И в конце концов просто-напросто пришлось мне прийти сюда. Значит, сегодня мы с вами пройдем по рынку Тухачевскому немного. Ну давайте по павильону вот здесь пройдем. Ну да, здесь жарковато. Но вообще-то у нас температура сегодня 30 градусов Цельсия. Время сейчас скажу 16 часов 13 минут. Здесь жарко. Но если вы идете на улицу, а зелени у нас много, прохлады много, вам жара не покажется. Там знойный какой-то. Вообще такой самый жаркий месяц у нас. Август месяц. Ну чувствуется, чувствуется уже приближение августа. Вообще такая вот температура уже сколько стоит? Ну, наверное, дня три. Так, ну сейчас, наверное, как мы с вами пойдем? Направо или налево? Давайте вот сюда я сейчас пройду. Различные вещи здесь продаются. Здесь хучины, там пирожки. Медицинская одежда. Так. Ну давайте вот здесь перейдем и пройдем по той стороне. Это вот круг. Там шестая поликлиника. Четвертая городская. Вот здесь красиво сделали. Вот смотрите, красиво сделали. Это улица Тухачевского. Отлично просто здесь сделали. И велосипедная дорожка есть. И пешеходная дорожка. Там городской рынок. Так, а светофор? Сколько нам ждать, интересно? Ну, это салон МТС. В общем, с моего телефона идет раздача на пять номеров. Ну, так как у нас пяти номеров нету, а четыре номера. Я смотрю, у дочки что-то снимается, снимается деньги. И вот недавно сюда в салон МТС пришел. Ну, что-то она там подключила. Смотрю, каждый день что-то деньги снимали. Ну, а так очень удобно. Плачу я немного, всего лишь 835 рублей. Это за четыре телефона. Так, ну, это вот улица Тухачевского. Пройдем по Тухачевскому. Но она длинная улица Тухачевского. Начинается она от улицы до Ватерсов. Пока заканчивается еще российским проспектом. Но я думаю, дальше будет продолжаться. Вот такой ветерок. А то пишут здесь. Разные умники. В Старополе ветер. Некомфортная погода, плохая. А как у нас сейчас хорошо. Вот, ветерочек дует. Красота. 30 градусов Цельсия. Вот сейчас даже посмотрю для интереса. Может, уже и не 30. Так, время 16 часов. 17 минут. Вот, чтобы голословно не утверждать. Вот смотрите, 30 градусов Цельсия. Так, ну здесь у нас вот такая спонтанная распродажа. В общем, их здесь гоняют, гоняют, гоняют. А сюда все равно приходят разные-то. Круто, овощи. Здесь вот кукуруза. Кукуруза не знает, сколько это стоит. Но вообще, наверное, 15 рублей у нас стоит. Так, ну афганский дом. С левой стороны там магазин Пятерочка. Петрович, ну это пивной. Магнит-косметик, магнит. Чернослив. Помидоры по 70 рублей. Так, там черешня 150. Это вот просто уже все поразбежались. Яблочки. Вообще здесь полностью вот справа и слева все забито бывает. Наша цель сегодня. Показать проспект Ворошилова. Забросил свой проект. Было дело. Просто очень много делов было. Их надо было решать. Здесь аптека вот. С правой стороны аптека. И туда дальше. Тухачевского пошла. На улице 50 лет в ЛКС. Потом чуть ниже туда. Там дорогу, кстати, делают. Землю завезли. Песок завезли. Возможно, там тоже сквер будет за 50 лет в ЛКС. Вот такие помидорчики здесь. Ой, красота. Чавель, петрушка, редиска. Так, по какой стороне пойдем? Давайте по этой стороне пойдем. По той стороне я недавно проходил. Вот, видите, уже травка-то жухнуть начинает. Золото, сказка. Там городская аптека. Уилл Беррис. Так, ювелирная. Газон этот стоит уже. Сколько он здесь стоит? Автобус. Вот здесь стоянка. А влево платная стоянка. Ну, а здесь раньше, кстати... А, ну и здесь платная стоянка. Видите? Два шланбаума здесь стоят. Здесь раньше вот павильоны различные стояли. Вот здесь павильончик с левой стороны стоял. Вот здесь вот справа. Здесь даже не один. А, кажется, два павильона стояло. Порошилово. Проспект короткий. Поэтому сейчас пройдем. Потому что время 19 минут уже пятого. И примерно где-то через час, через час десять мне надо уже идти на работу. Какой-то пух летит непонятный. Так, гармония. Центр косметологии. В общем, здесь как было. Сначала построили вот эти пятиэтажки. Здесь район был. Здесь магазин Агрокомплекс. Вот здесь что? Сервис массажиста, визажиста. Здесь парикмахерская. А так и осталось. Вот мир красоты салон. А вот туда пройти за парикмахерской там магазинчик продуктовый. Ну, такой хороший магазинчик продуктовый. Здесь ничего не было с левой стороны. Вообще ничего не было. Жить я здесь стал в 1981 году, когда с армии пришел. Поликлиника уже была шестая. Да, ну, была еще в 1976 году, потому что я там комиссию проходил, поступал в электротехникум связи. И вот по той стороне ходили. Поликлиника, потому что здесь не пройдешь. Что-то зимой я пошел. Хотел срезать, провалился по поиску. Так, здесь библиотека. Филиал номер 11. Дом детского творчества промышленного района города Ставрополя. Флаги, видите, российский флаг. А это вот желтый такой с белым. Это флаг Ставропольского края. Вот это мой район, где я живу с 1981 года. Потом девятиэтажки здесь построили. Здесь товарищ у меня жил. На втором этаже. Потом они продали здесь квартиру. Но дети учились еще здесь, вот в 22-й школе. Ну, в Татарке просто построил дом. Ну, он сам с тех мест. Ну, и жена его тоже. Она сама села Татарки. А здесь у нее бабушка жила. Так, молочка, как мы ее называем. Молочный магазин 27. Констовары. Копейкин дом. Там еще парикмахерская есть. Мясо, птицы и полуфабрикаты. Я уже говорил. Неплохие здесь. Полуфабрикаты. Колбасы неплохие. Вот колбасы. Мясной двор. Богачев. Так, этот дворик я вам показывал. Это 7-4. Здесь много знакомых живет. Да, заметно начинает все жухнуть уже. Немного мне остается работать. 31-го я ухожу. Ну, можно сказать, что в отпуск. И выйду уже в начале сентября. 31-го этого понедельника будет. Я распишусь в приказе. И я думаю, что 31-го. Ну, во всяком случае, так планирую. Пойду на море. Так, здесь вот у нас стала детская стоматологическая поликлиника. Вообще здесь расчетный был. А до этого вообще-то здесь у нас дом управления было. ЖУ-11. Так, вот так остановочки нас ставят. Видите, и пройти можно здесь. И вроде как остановка есть. А это тоже вот стоматологическая. Поликлиника номер один города Ставрополя. А здесь так все осталось. Спорт-клуб «Щит и меч». Вот производится набор на секцию дзюдо и самбо, мальчиков и девочек. С пяти лет. Колокольчик магазинчик. Неплохой магазинчик. Хороший такой. Нормальный магазинчик. Это уже новый здесь дом мы построили. Вот, смотрите. Такой вот палисадничек. Там прямо пройти и ореховая роща. Вот этот магазин даже очень хороший. Ну да, здесь покупаю все. Вот аптека «Апрель». Я в тот раз вам не показал. Семь дробь четыре дом. На этой территории хотели построить аптеку. Поставили там забор. В общем, люди и заваливали этот забор. Там полицию потом вызывали. Ну, в общем, отстояли они территорию. А аптеку вот здесь потом построили. Ну, не построили, а просто выкупили, наверное, квартиру. Стало здесь. Ну, сейчас аптека «Апрель». Удобно. Хорошая аптека. Значит, вот эти дома. Вот эти два дома. Там тоже что-то конфликтная какая-то ситуация с застройщиком была. Во всяком случае, я знаю, здесь люди собирались что-то, митинговали. По тому дому. Это новые дома. Ворошилово 8-1. Смотрите, Ворошилово. Совсем проспект небольшой. Потому что чуть дальше мы с вами пройдем. Он заканчивается улицей Шпаковской. Ну, в общем-то, он оттуда начинается. Но снимать-то напротив солнца. Здесь тоже. Вот там проход к Ореховой роще. Это Ворошилово 3-1. Ну, и, в общем, потом здесь вот начали строить дома. Уже девятиэтажки. Так, дальше туда пройти. С левой стороны детский садик. С правой стороны там стадион. Школы. Ну, может, он совместный. 21-22 школы. Ну, большой студент. Вот такие заросли. Травку уже несколько раз косили. Она все равно поднимается, поднимается, поднимается. Ну, сколько дождей было. Вообще залило в этот год. Просто залило в этот год. Эти дома давно построили. Я еще пацаном был. Они уже эти дома вот эти стояли. Вот с мозаикой. Так все осталось. Это вот один из домов. Это 4-1. Который не попал под капремон. Кстати, вчера я с работы зашел в магазин. Ну, мы и попросили там киреешек купить. Что-то еще я покупал уже не помню. И на кассе просто девушка говорит, вы не Юрий Авилов. Я говорю, Юрий Авилов. В общем, они переехали сюда. Город Ставрополь. Ну, так. Я человек общительный. Пообщались немного. И живут они здесь. Вот 4-1. Купили здесь квартиру. Я говорю, ну, как вам Ставрополь? О, говорит, лучше Омск. Так что, это один вот из домов, который не попал под капремон. Все остальные дома здесь, в нашем районе, все под капремон попали. Это вот 94-4 там. 94-3 там. Валберис тоже. Раньше там магазин вот экономка был. Довольно-таки долго-долго была экономка здесь. Вот где машины стоят. Так, это вот пятерочка. Это пятерочка. Раньше здесь какой магазин был? Семья был. А до семьи здесь Динобург был. В общем, дочка маленькая была, еще детское питание здесь получали. Магазин пятерочка. Здесь тоже вот аптека. Фармацевт. За углом мясной магазин. Вот этот гаражик давно продается. Никак его продать не могут. Там метро гаражи. Гражданин кооператив метро. Здесь, здесь вот тротуарную дорожку сделали. Ну, потому что здесь такой магазинчик в квартире появился. Торговая сеть там, а да. Ну, в магазине страшно. Плохо, если кафе. Или какой-нибудь ресторан, где шубы. Поэтому там есть тротуар. Здесь просто вот тропинка. Вот такие вот заросли. И направление. Ростов. Естественно, дано. Центр. И право-лево улица Шпаковская. Так, здесь. Оттуда солнышко как раз. Здесь стоянка. Стоянка. И здесь у нас находится автошкола. Одно время. Здесь тоже у нас дом управления находился. На втором этаже. Нет, я бы не сказал, что жарит там. 30 градусов. Наша температура. Вообще, наша температура это 28 градусов максимум. Вот такую температуру мы любим. Так, ну вот. Смотрите, красота какая. Так, вот так могу вам сейчас показать. Вот, друзья, где я проходил. Вот там магазин пятерочка. Это вот там учебные машины находятся. Полисадничек здесь вот такой красивый. Вот Ворошилова. Климента Ефремовича. Маршал Советского Союза. Названа улица. Так, автострахование. Это вот магазин Всешка был. Вот так мы его называли. Ну, сын так называл. Всешка. Хороший магазинчик был. Потом посуду здесь продавали. Сейчас. Что-то он закрыт. Ну, вот все. Вот и прошли по проспекту Ворошилова. Это не моя собачка. Так. Лес кругленький. Улица Шпаковская. Ну, в общем-то, пришел я домой. Где-то минут через 50 буду собираться на работу. Знать, здесь у нас. Калиба хинкальный дворик. Это вот дорожка туда идет. Право в центр парка Победы выходим. Если прямо, чуть левее пойти. Туда на опытные поля выходим. Район Ботанический. Это улица Шпаковская. В общем, такая будет болталка. Я обещал, будет болталка. Куда я поеду на море. Куда наши ездили. От троллейбусного предприятия. Сколько это обошлась поездка. Для членов профсоюза. Для семьи и для детей. И где они были. Ну, а сейчас время уже мало. Ну, так. Проект будем продолжать. Улица города Ставрополя. Так я Тельмана вторую часть вам и не показал. Ну, я думаю, до моря успею там пройти и все вам показать. Так, ну все. Я пришел домой. Здесь вот магазин продукты. Хороший магазинчик. Такой около дома. Вообще, долго здесь место это поставало. Я друг называл это помещение Рогай Кобыта. То одна фирма здесь была, то другая. Ну, в общем, такая погодка, друзья. Хорошая, отличная. Не жарко. В теньке. Ну, а солнечки чуть жарковато. Всем удачи.